Друзья, всем привет! С вами Рыбацкая Хата Брест, это канал о рыбалке в Беларуси и не только. Где-то услышал по телевизору, краем муха зацепился за эту информацию, почитал в гугле и действительно, когда-то существовало это блюдо в таком виде, о которой многие знают, наверное, все знают, многие пробовали и едят, особенно она актуальна. В такую вот жару у нас где-то сейчас в Бресте 27-25, обещают под тридцатник и оно заходит. Интересная информация, естественно, это блюдо пришло из старины, по названию вы поняли уже, что кушали ее бурлаки на Волге, все, наверное, знают эту картину, репина, бурлаки на Волге. Там, конечно, есть свои достопримечательности, то, что ровный берег такой, волжане знают, какой берег у Волги, как тянули эти баржи, по каким-то кочкам и так далее, обрывам. В общем, окрошка, всем известные ингредиенты, состав. Единственное, что я вместо вареную колбасу, курицу, я добавлю вяленую или сушеную рыбу, да, не тарань, не вобла, но она у меня есть и очень похожа, а может, они и тоже ее добавляли в это блюдо. Все просто, в основном это зелень, редис дает такой очень приятный цвет этому блюду. Огурчик, укроп, можно салат, можно, не знаю, любую зелень и рыбу. И чтобы не смущать ваши глаза своими дилетантскими видами, как я все это режу, я немножко расскажу о той рыбалке, где у меня нет ролика. Рыбалка была такая очень трудовая, рабочая, и я насобирал отрывки из обрывков, но никуда не применил ее. Все, поехали, начинаю разрезать и небольшой свой рассказ. Да, делать я буду пока на одного человека время обеда, до работы еще полдня до ночь, поэтому как мой организм отреагирует на смешение таких продуктов, пока не знаю. Надеюсь, будет все нормально, и тогда я после уже в конце предложу вам это блюдо, уже когда пройдет какое-то время. Что вы еще не видели, это чуть попозже увидите, это квас. Я не беру темные сорта, и раньше не брал для окрошки. Яйцо, сметана. Все, погнали, хватит болтать. Начнем с огурчика, и пока один. Все, в окрошке всегда все мелко режется, поэтому делим его на 4 части. А, продолжил рассказ про рыбалку открытия 18 мая. Выехали с друзьями. Конечно же, все это заранее планируется, выходные. Никогда не обращается внимания на погоду. Естественно, погодка нас подвела. Хорошо, что не было дождя, но очень сильный ветер, ураганы практически. Два озера, два жабовника с одной стороны дороги, с другой 20 метров. Народу было немерено для такого маленького места, пятачка, какой там был. И на одно озеро надо было выплывать против ветра, и никто не решился вечером это сделать. А утром уже рыбачили. Второй момент, это рыба. Размеры рыбы, ни окунь, ни щука нас не порадовали. Почему, не знаю. Да и не важно. Вот не порадовали, и все. Рыбка была. На следующее утро погода позволила выплыть нам на то озеро, на которое планировали, на тот жабовник. Но щучка там не радовала тоже. А основная цель, конечно же, была щука. Вот размерчик. Не знаю, как эти огурцы. О! Окуни такие. Ну и чуть больше щука. Я пока режу все вподряд, добавляю, чтобы понимать, что потом получится при размешивании. Если редиску потом добавить, то, не знаю, мне будет тяжелее. Итак, что спасло? Что же нас спасло? Это то, что был с собой поплопоппер, был с собой опарыш, была с собой кукуруза. И первые забросы сразу подтвердили, что выбор верный был. Потому что люди приезжали на поплавок, на спиннинг, естественно, и выигрывали с поплавком, но не в таком количестве и не в таком размере. На поплавок планировали линя карася. Спасла вся красноперка. Такая вот красноперочка, это редко у кого было. И плотвишка красноперка, я вот с десяточек поймал, 300 грамм. Это для наших мест это изумительная, трофейная красноперка. Ну и что, в принципе, об этом вспоминать? Спасибо вообще, что смогли найти время, встретиться с друзьями, выехать на природу, отдохнуть, поговорить и что-то поймать. Вот такую красноперочку можно спокойно ездить и ловить. На этот, по крайней мере, водоем. Интересно, дружище Репин выбирал какой-то ракурс, берег отдельно, например, Бурлаков отдельно, где-то он все брал, может лица где-то отдельно срисовывал. Да, и непонятно, сколько это продолжалось, сколько они тянули, вот эти вот баржи, там день, сутки, там неделю, месяц, непонятно. И все это по берегу, берег неровный, баржей надо было управлять, чтобы ее никуда не прибивало, обходить какие-то мели. Так, ну что, вот расчехлил плотвичку. Сниму сейчас спинку, наверное, порежу кубиками или квадратиками, как получится, не очень большими. Кстати, можно еще редисочки добавить, и огурец бы сюда влез, и лук, но не знаю тогда, сколько надо было бы рыбы. Поэтому, да и как это все зайдет, пока не могу понять. Я думаю, они вот так вот рвали, как-то руками, маленькими кусочками, и закидывали уже в окрошку. Ну, мы порежем, по-цевидному сделаем. Такими. О, кстати, костей не чувствуется. Я думаю, в плотве костей поменьше, чем в красноперке. Заканчиваю уже разделку рыбы. Часть закину, последний кусочек. Кости я со спины не доставал, иногда чувствуется под ножом. Насколько это будет для меня чревато. Смотрим. Все, вся рыба здесь, ничего не халтурил. Квас я взял лицкий, хлебный. Лицкий, почему лицкий, это не реклама, это моя малая родина, и я всегда все пью лицкое. Сметана у меня здесь 18%, но 20% густовато, 15% вполне достаточно будет для такой окрошечки. Я думаю, все-таки надо будет, чтобы он постоял хотя бы минут 10, пропитался рыбой, квасом, зеленью. И тогда уже приступим. Так, вот по-взрослому, по-мужски нальем. А, ну, яйцо я, сами видите, такой ромашечкой резанул. Что-то не захотелось мне крошить его. О, раз и баночку добьем. И новую открывать не будем. Все, встречаемся на дегустации. Время чье, друзья? Я, конечно же, не ждал, там полчаса, 10 минут хватило, размешал сметану. И очень заметно, что все-таки, наверное, из-за кваса рыбка начинает разбухать. И вполне возможно, что у барлаков, там, у этого народа были действительно плохие зубы. И грызть вот эту воглу, тарань, сушеную, все-таки, наверное, было лучше в этом блюде. Погнали, начинаем дегустировать. Хочется сказать, какая гадость ваша заливная рыба. Но это не об этом блюде и не из этого фильма. Не знаю, можно добавить соли немножко. Так, ну, щепоточку достаточно. Две, ладно. Две маленьких щепоточки. Что сказать, я рыбу-то еще не поймал. Бомба. Ребята, я не вру, это бомба. Сейчас расскажу. Во-первых, ее действительно, наверное, я зря ее порезал кубиками или квадратиками. Скорее всего, ее рвали руками и довольно-таки, ну, крупными кусками. Ребра навряд ли кидали, чтобы с костями не мучаться, спинки. В спинках нет костей. Она размякла, она без соли. И я специально выбирал, искал рыбу, чтобы съесть несколько кусочков. Она стала такой, я не знаю, как хлеб или что. Ну, если бы я не знал, что я сам сюда добавил рыбу и начал бы есть, мне предложили, я бы не сказал, что это. Тем более соленая или вяленая рыба. Так вообще идеально. И я кинул одну рыбку. Вполне возможно, на эту тарелку можно пробовать две. Не пытаясь вам ничего втулить тут. Это действительно вкусно. Это нет этой вареной колбасы. Все перевернулось. Это, блин, бесподобно. По вкусу, когда много рыбы попадает, я не знаю, с чем сравнить, но очень похоже на вкус икры. Когда ешь сушеную икру, вот она чуть-чуть к зубам липнет, мягкая такая. И, блин, вообще сочетание классное. Ребята, буду заканчивать. Советую, рекомендую. Понравилось с первой ложки. Не у всех, конечно, есть такая возможность. Покупайте вареную колбасу, делайте окрошку, квасник. Он там делается еще с кефира. Но вот это то, что я вам сегодня показал, мне очень понравилось. И от всей души рекомендую побаловать свои желудки. Ловите рыбку, сушите, вяльте и добавляйте вместо колбасы непонятно из чего сделано. Ладно, не буду ругать производителей или наезжать. Все, ребята, всем, как обычно, мира, добра, здоровья и трофеев на ваших водоемах. С вами рыбацкая хата Брест. Всем пока.